В земле Гессен прошли культурно-просветительские мероприятия, организованные фондом Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество к 155-летию со дня рождения святой преподобно-мученицы Елисаветы. Специалисты фонда подготовили выставку «Гессенские принцессы. Традиции воспитания и образования в России и Германии». Экспозиция была встречена жителями и гостями Висбадена с большим интересом, рассказывает Галина Ледвина. Выставка проходила в элегантном здании Курхауса в экспозиции галереи портретов трех гессенских принцесс – кисти известнейших живописцев. Это героини выставки – две русские императрицы Мария Александровна и Александра Федоровна, а также великая княгиня Елизавета Федоровна. Урожденные принцессы гессендармштадтские напрямую связаны с целым периодом российской истории. Во второй половине XIX – начале XX века на российскую почву ими были привнесены западноевропейские принципы воспитания и образования. «Выставка рассказывает о роли гессенских принцесс в развитии образовательной системы в России. Она знакомит с тем, как привнесенные ими прогрессивные идеи воспитания и попечения обогатили и укрепили российские традиции». В экспозиции передвижной выставки представлены более 300 музейных предметов, личных вещей, уникальных фотографий и архивные документы, большинству зрителей неизвестные. Императрица Мария Александровна, супруга императора Александра II, научила своих детей любить и понимать христианскую веру, вошла в историю как благотворительница и покровительница женского образования. «И именно наши европейские принцессы, которые, перенеся это на российскую почву, смогли этому дать такой очень хороший акцент. И мы можем только удивляться, рассматривая эту выставку, какая система была сложная и как она была действительно устроена для человека, а не как человек для системы сейчас». Разнообразие благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны всегда ориентировалось на самые острые нужды людей. Она способствовала развитию женского медицинского образования, открывала трудовые артели для подростков. Многие направления работы, воспитания детей, образования и молодого поколения актуальны до сих пор. «Она одновременно покровительствовала таким учебным заведением творческой молодежи, талантливой молодежи, как Синодальное училище, Музыкально-драматическое училище, Строгановское, Художественно-промышленное училище. При каждом своем учреждении подопечным, таким как Елизаветинская гимназия, которая выросла из Дома воспитания, сирот русско-турецкой войны, при каждом она сооруживает церкви. Обязательно. Духовно-нравственное воспитание, закон Божий, основные науки, отечественная история, родной язык, литература, они обязательно являются основой». Благодаря убежденности императрицы Александры Федоровны в идее трудового воспитания, в России появились образовательные учреждения, дававшие воспитанникам профессиональные навыки для трудовой жизни. «Детище императрицы» – образцовая школа нянь с приютом для малолетних детей в Царском селе и женская школа народного искусства. Августейшие благотворительницы и в своих семьях уделяли внимание развитию творческих способностей детей, учили молитве, труду. «Девочки пошли медсестрами. Самую такую тяжелую работу медсестры выполняли. Императрица судно выносила. Она не говорила, что она императрица. Дочки не говорили, что они дочки императора. Они просто делали и были счастливы в этом, потому что они служили своему народу в самый такой тяжелый момент немецкой агрессии. Это было у них от сердца. Вот какой России мы лишились». Организаторы отметили, выставка рассказывает об огромной части истории России, которую мы не знали. Она напоминает и немцам, что есть общие исторические корни, которые объединяют наши народы. Выставка передвижная на немецком и русском языке. По благословению архиепископа берлинского и германского Марка, после Висбадена она отправилась по приходам и университетам Германии.